Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 440. Событие дня. Второе. Коринфянам 3.17. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. За 24 февраля 2017 года. Ну вот сейчас здесь объявление наше. Я приторможу маленько, и вы затормозите, чтобы могли просчитать. Просчитать. Это объявление, что ежедневно утром по скайпу люди заходят, когда мы молимся. Вот так. Зашли, выходит. Ну ладно. Мы тут уже в начале. Дальше. Вот это прочитайте. Это объявление о том, что у нас утренняя молитва и по скайпу видно. Вот это. Ну и дальше считаем. Андрей К. Добрый день, Игнатий Тихонович. Можно ли сообщать налоговой инспекции в годовом отчете о затраченных суммах в церкви, как то пожертвования десятину, так как государство предъявляет такую возможность? Заранее благодарен Андрей. Игнатий Лапкин. Можно, но нужный документ представить. С тех денег налог не взимается за рубежом. То есть, если кому-то жертвует сколько-то налог, большой, то с этих денег никакой налог государство не берет. Хороший вопрос задал. Как относиться к проповедям православного миссионера Игнатия Тихоновича Лапкина? На ютубах огромное количество. Говорит, Игнатий Тихонович всегда интересно, убедительно, живо. Постоянно цитирует священное писание, но смущает несколько моментов. Первое. Постоянно подчеркивает невежество священников. Нежелание учить народ и так далее. Их смущает. А я что говорю-то? Ну, в самом деле, архиереи говорят, патриарх об этом говорит. Второе. Говорит, что монахи нарушили заповедь спасителя идти проповедовать Евангелие, так как пошли по обратному направлению, в пустыни и горы, а не в мир для проповедей. Еще я сказал. Дальше. Олег отвечает Стеняев. Что я могу ответить? Игнатий Лапкин напомнил, как талантлива полемиста с сектантами и строгого православного аскета. Но давно, с советских времен, я этого не видел. Поэтому ничего не могу сказать. Вот ответ. Очень хороший ответ. Из тех, которые проповедуют сегодня, я его считаю лучшим. Всегда говорил. Почему? Он с Библией в руках выходит перед сектантами. С Библией в руках. Покажите мне священники, которые много глаголят. Кто делает так? Он приезжал в Потеряевку был. Вместе мы ехали до Барнаула. И он тогда принадлежал к зарубежной церкви и говорил, вот Покровский собор, а у него там получилось, в Каинске, что, ну, как-то сумели так сделать, чтобы в храме им молиться разрешали. И у него такой воинственный дух был. Давай соглашайся, мы сейчас Покровский собор отобьем. Я так ахнул, ты че городишь? Ты думай или нет? Да нас на месте задавят сразу. И потом, что мы будем делать-то там? Нас раз-два и общелся-то, нет? Ну, а потом, потом у него, видимо, он увидел, что что-то не туда идет. И патриарху написал, я так знаю, может быть, письмо. Его заново перерукоположили, заново перепихли эти просфоры, как я называю. Ну, я был в Москве, он в больнице лежал, там встречался с ним. И какая-то у него идея была, сейчас не помню. Это идея, и по северу это его идея. И он стал излагать это системное, первое, второе, прилог, содержание, окончание. Я дослушал, послушал сколько, ну, не знаю, там, по времени даже не знаю. Но я сказал, это все обман. Да вы что, он, видимо, над ней трудился много. И поехали до Барнаула, я ему полностью разложил по полочкам, он отказался. У него хорошее качество. И у него юмор есть. Мы стоим на, тогда еще перрон был, потеряет какие-то. А там пьяненькие мужики подошли. О, а этот-то пупок, откуда у вас такой? Подошли к нему. А ты не из их общества, так рукой его по животу-то у него там есть что? Ну, и он стоит и улыбается, он не злобный. Я не знаю теперь какой он. Я рассказываю, как было, ничего не добавляя. Нисколько. И за добрый ответ я его благодарю. Но, когда его в Германии там спросили про меня, он что-то ответил такое, что нерасположенные к нам люди взяли себе на вооружение. Ну, что-то такое. Мы не в патриархии, как-то, как-то, да не уменится это. А сказал неправду. Неправду. А те люди подцепили это и уже на нас вышли. А там у них не ладится что-то в семье. Я могу называть фамилии даже. А она написала, которая с ним разговаривала. Но это и не нужно. Главное, что он сказал так. Знаю, поэтому сейчас еще не могу сказать. Обо мне многое стали спрашивать. Не шевелить пальцами. И один священник Сергий с Нижнего Новгорода, фамилии нету, и говорит. Ну, батюшка, мы не знаем, ну, кто он, Игнатий, такой. Ну, говорит так, что нам это нравится и прочее. Ну, говорят, там еретик. Там он псевдоправославный. И он сектант и прочее такое. Он говорит. Ну, он что делает-то? Ну, проповедует все время везде. Ну, проповедует. Ну, бывает, что люди хоть кто-то обращаются. Так много обращаются. Отец Олег Стеняев меня считал особо, как продуктивным, результативным миссионером. Вот такие слова он говорил. Он знает, что это действительности соответствует. Он говорит, ему отвечают. Да те стерги, там сколько людей-то приводят. Ну, а куда он их приводит-то? Поэтому надо определять. Куда он их приводит? Баптистам? Да наоборот, от баптистов. Так вам что еще надо-то? А куда ведет? Да патриархийные. Так вы же сами ответили. А что по-нашему не сходится, это еще разобрать надо. Незнакомый мне священник. Да смотри. Я 54 года проповедую. И никуда не веду людей. Всех направляю в храмы Московской Патриархии. Что тебе, говорит, надо-то? Ну, и вот теперь посмотреть наши ресурсы. Немного хотя бы глянуть. Вот первое я очень любил. Да и сейчас еще расположен мой мир. Вот он как. Мой мир. Это Мэйл.ру. Очень хорошая была. Но, видимо, их зажали, и они стали такое. Вот сегодня я выставил с утра. Сколько роликов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь роликов выставил. Их уже все перекачали. На мой мир перекачало. Ну, я утром рано вставил сегодня. Во втором часу встал. Все делал. Ну, и вот у нас православный есть форум. Вот как выглядит. Очень легко, легко регистрироваться. И 1602 темы. Огромные темы. Ты коснулся одной темы только про Германа Стерликова. Большая? Большая. Ну, все, что о нем говорили, положительное, отрицательное, все это выведено и во свете Библии рассмотрено. Ну, и вот это вот наш видеоканал. Вот можно даже показать. Вот он как выглядит. У нас все ресурсы называются открытым оком во свете Библии. Названия везде одинаковые. Ну, и вот большой тяжеловесный ресурс. Православный библейский сайт во свете Библии. Ну, заходите и на месте посмотрите. Здесь 50 книг примерно моим голосом насчитано. Это прошлое еще было. При советской власти. Ну, и вот здесь. Сейчас мы разбираем вопросы. Вот Христос Бог. Я их озвучиваю и беру. Теперь вот сейчас мы будем насчитывать. Видите, как широко тут, ничего нельзя сделать. Я копирую, завожу. Это мне надо закрыть. Вот так мешается. Открываю страницу Word. Вот видишь, это вот если есть, то она на все открывается. Мне так удобнее. Опять Ctrl-La. И 15 или сколько здесь возвожу на 20-й шрифт, размер. Ну, и все. Это я не знаю, куда его деть. Вот это. Маленько сюда, наверное. Вот теперь можно считать. Вот вопросы, которые мне задавали. В университетах вел я занятия. В школах, техникумах, по радио. Пожалуйста. Никита Колесников озвучивает. Напрос 1563, 6-й том, открытый моком. Исход 6, 2 и 3. И говорил Бог Моисей и сказал ему, я Господь. Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог всемогущий. А с именем моим Господь не открылся им. Объясните, какой здесь скрыт смысл? И почему яговисты пытаются разделить Господа и Бога? Ответ. Язычники разделили сферы влияния между богами. Солнца, луны, звезд, земли и воды. И вдруг Бог всемогущий, тот, кому и небо, и земля подчиняется. Это ужасало слышащих, что есть такой Бог, которому остальные боги и стихии все доедины подчиняются. Иоанн 1, 9, 10. И он сказал им, я еврей, чту Господа, Бога небес, сотворившего море и сушу. И устрашились люди страхом великим и сказали ему, для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. Господь еврейский, Адонай, означает всегда, существующий, вечный. И Господин, Адон, и Егова. Это номинование относится как к отцу, так и к сыну. Бог всемогущий, это Бог для всех, кто и не признает Его. Здесь же открывается как их лично, их Господин, их Господь, их Хранитель, их Хозяин. Заботишься денно и ночно о них. Иеговисты это не богослово, их даже христианской сектой назвать нельзя. Это просто дикая ересь, не признающая даже распятие Христа. Троицы, души у человека, вечного мучения, ада. Нам и объяснять их заблуждения вовсе даже ни к чему. Ибо за их учением открывается бездна тьмы и заблуждений. Они плотские... Кто-то храпит. Они плотские абсолютно и беспокаянно. Посмотрите на их брошюры. Что они имеют в виду, когда говорят о рае? Посмотрите на их жирные лица. Их плотолюбие, их раздинутые в сектантской безразмерности улыбки. Что там найдете христианское? И как они Господа рисуют? Все, что есть в этом мире, они переносят, как мусульмане, на будущее. Там и плотское сожитие. То есть это они так понимают. Я с ними был в лагере. Два парня были хорошие. Бурлак и Гончар. Фамилии их такие. Это они из тех местностей были. Что им можно сказать сектантам об этом? Но если он не признает, то ничего нельзя никак доказать. Они верят, что Христос это Архангел Михаил. Превратился он в Христа. Ну что на это говорить-то? Так. Такой ответ. Так, о чем здесь Христос Господний? Там что, кто-то спит, что ли? Ну вот так мы сейчас новое будем брать. Сергей, по-моему, сейчас. Может быть. О, совсем маленький вопрос. Теперь мы опять точно так же заходим. Заходим, вставляем, увеличиваем и засчитываем. Дальше. Опа. Где, наверное, сюда? Где у него буквы? Это не вижу. Считай. Вопрос 1582. Шестой том открытым оком. Можно ли называть любимого человека солнцем, если одно из имен Христа – солнце? Ответ. Человека даже Богом Писание именует, а уж солнцем тем более не возбраняется называть. Псалом 83, 12. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Один раз Библия называется так, один раз запомню. Дальше. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. А то, что Христос так называется, так Христос назывался и Агнесом, и пасторем, и дверью, и еще почти 500 имен у Него. Так что же, всеми имя и человека нельзя называть? Можешь называться. Но это немало не поможет. Амос 9, 2. Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их. Хотя бы взошли на небо, а и оттуда свергнули. Ты имя Амос, я не решал Амос. Даже никогда не подумал, два гласных и так перевернуть. Почему ты решил Амос? У меня дядя, мой родной, отцов брат Амос. Амос, это, ну, может быть, по-еврейски и Амос какой-то. Ну, как вывернуть так Амос? Даже никогда не догадаешься. Ну, я проверю сегодня сейчас. У старообрядцев, у них все ударение ставится на предлог. Ну, я говорю, а как ты будешь говорить? Я надеюсь на Бога. Говорит, на Бога. Ну, какой он на Бога? Ни один же не догадается даже. На Бога. Понимаешь, надо маленько-то, ну, умишкам-то шевелить надо. Давай, считай. Хотя бы они зарылись в преисподнюю. И оттуда рука моя возьмет их. Хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их. Если сравнение имеет в себе подобие, то можешь назвать подобающими именами. Ганиила 12.3. И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда. Ну, как звезды, значит, можно еще назвать, наверное. Песня 7.8. Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Песня 6.4. Прекрасно ты, возлюбленная моя, грозно, или как полки со знаменами. Серахов 27.21. Что солнце, восходящее на высотах Господних, то красота доброй жены в выбранстве дома ее. Ну, значит, можно называть все. По слову Божьему мы видим. Так, что нужно? Христос. Так, сравнение с солнцем. Вот так. Ну и мы. Вот теперь обратно. Ctrl-S копирую. Скорее переношу. Вот, опять выделяю и увеличиваю. Вот так. Видите, сколько надо операций делать. Дальше. Вопрос 1856. Седьмой том, открытым окон. Разве Христос повелевал носить плохую одежду и быть грязным, и этим заслужить Его милость, расположение? Чего это не спрашивают? Ответ. Это в житиях прямо-таки кричаще выпячивается, что он мучил себя, он терзал себя, или вовсе без одежды был, или от репья на нем висели. И этим они добивались особой действия святости. У апостола Павла была запасная одежда, плащ. Христиане пользовались добрым одеянием. 2 Тимофея 4.13. Когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в Труаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Филонь там, это сегодня филонь, это часть одеяния священнослужителя. А тогда просто обыкновенный плащ. Деяние 9.39. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу. И все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Ефимий Суздальский. 1 апреля. Он всегда носил одну только одежду, сшитую из жестких овечьих шкур. И зимой страдал от холода. А летом, вследствие тяжести одежды, мучился от жара. И такое было там, ну, ворода, перечисляет какие-то, отдельно взял большого козла, ободрал его, и только где глаза, для глаз оставил, как он дышал, для рта, видимо, и такую носил шкуру. И при том надел-то ее сырую еще на себя, даже вообразить невозможно. А что Симеон столбник делал? Веревкой подпоясывался, веревка вся вросла в тело, оттуда черви сыпались, сукровицы, так что монахи ахнули. И церковь это прославляет. Ну, я просто отвечаю. Стена плача. В цветных хламидах, в шапках с листьем мехом, и с пейсами вдоль впалок бледных щек. Они стоят из скорбь библейских строк, в их голосах звучит бессильным эхом. Стена глуха, а сводь небес далек. Сноют мальчишки, дразнят их со смехом, и падает на камни песок, а трава слез. Шалом! Шалом Алейхам! Здесь, в этой узкой щели между стен, источенных веками ржой и плесенью, вся их судьба изгнаний и плен. Пусть небеса звучат весенней песнью, здесь только стон, здесь вечный плащ и стон. О Адонай! О горе! О Сион! Федоров! Никакие стихи редких авторов находило. Я знал, 300 поэтов России. А сейчас спроси кого-нибудь. Пушкин, Лермонтов, Некрасов. Все. 300. Оскудела жизнь. Так, что нужно написать? Христос? Христос. И дальше о чем мы-то говорили? Адонай? Нет, там и одежда. Какая одежда? Одежда. Такая. Вот так. Так, это мы все сейчас опять перенесем, чтобы можно было смотреть. Ну, по-другому никак. Тогда нам надо что-то, чтобы люди могли сами считать, даже смотреть, не расслышать какое-то слово. А так очень удобно. Давай. Вопрос 1964. Седьмой том, открытый моком. Встречается ли в житиях случай, когда Бог видением или громом выгонял людей, могущих проповедовать Евангелие из их норок, дабы данный им талант, зарытый в углу в пещерке, не повлек бы их в пропасть? Вот интересно, вопросы какие задают. У нас люди, которые приходили с других занятий, а занятия где-то вели, там при епархии, в монастыре, и даже, говорит, ну, даже близко нельзя сравнивать. А я вот интересуюсь. Вот так вот вопрос, и номер его, и показано в какой книге. У кого такое есть? Почему? Быть религиозно талантливым. А вы почему так сказали? Не знаю, я так понял, что далеко можно было найти. Я вот когда спрашиваю, есть ли где гимн сайту написанный, как нам описали? По сей день никто не ответил. Не знаю, может быть. А вот такое, меня тоже это интересует. Я пишу, которые стихи, называю проповедью стиха, 36 строчек, и напротив каждого, место писания откуда взято. Было ли в мировой литературе такое? Не было нигде, никогда. А почему? Не знаю, я так понял. Понял, что необходимо показать, что 36 строчек я пишу, и 36 раз надо открыть Библию. Андрей Кураев это увидел. Особый пиетет, Слово Божие. И дальше. Ответ. Произошла чудовищная подмина Христа с земными людьми, совершенно не смотрящими в Слово Божие. Они достигали здесь созерцания, ступени совершенства, отладили и шли по ним, трудясь тяжко и неуверенно. 1 Коринфянам 15, 10. Но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. В чем был этот труд апостола? Конечно же, в проповеди. Он говорил день и ночь. Как могут монахи себя видеть в учениках Павла, если у них совершенно иная, иноческая задача? Не проповедовать, а перемолчать, пересидеть, переголодовать в горах. Господь многократно спрашивает отступивших, как долго будут они пребывать в упорстве, и поступать по прихотям своего сердца? Трудно ли приложить к монахам эти вопросительные слова к себе? Долго ли вы будете поступать по своим человеческим вымыслам, пренебрегая прямой указание мое идти в мир с благовестием о любви моей? Исход 16, 28. И сказал Господь Моисею, Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Третье царство, 18-21. Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. И мы можем спросить у Господа, долго ли будут монахи уводить людей от активной жизни во Христе, в пустыне и в монастыре? Я ничего не против. Я вопросы задаю, они мне простить этого не могут. Исайя 6, 11. И сказал я, Надолго ли Господи? Он сказал, Доколе не опустеют города и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. Вот к этому все сейчас и идет в России. Ответ. Елене 23, 26. Долго ли будет в сердце пророков пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? И вот это все проповеди часто говорят, обман. Еремея 31, 32. Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое, жена спасет мужа. Григорий Палама, 14 ноября. Кавычки открыты. Кавычки открыты означают, что Дмитрия Ростовского за ноябрь месяц взяты оттуда и скопированы. В другое время в состоянии молитвенного богомыслия Григорий впал в легкую дремоту. Это был легкий сон и легкая дремота. Это у монахов постоянно. То есть не досыпают и все время спят. На молитве стоят, носом клюют. У нас тоже такие есть. У меня знакомая одна стоит, очень близкая такая. Ну и великий пост был. Ну она утомилась, а впереди стоит старичок. И она пошатнулась и на старичка этого упала. А тот на впереди стоящего. И они как до минушки пошли до самого батюшки. Давай. И вот ему представилось, что в руках его сосуд чистого молока, переполненный настолько, что оно переливалось через край. Затем молоко это приняло вид виноградного вина, который переливалось через край сосуда, а мочило его руки и одежду, распространяя кругом дивное благоухание. Ощущая его, Григорий исполнился святой радости. И явился ему святозарный юноша и сказал, «Почему не передаешь ты этого чудного питья, оставляемого тобой без достодолжного внимания? Вино – это не иссякающий никогда дар Божий. Ну кому же передавать себе питье, когда нет нуждающихся в нем?» Спросил святой Григорий. «Хотя в настоящее время действительно нет жаждающих всего питья, возразил юноша, но ты все-таки, исполняя долг свой, должен не пренебрегать даром Божиим, в надлежащем пользовании коим владыка потребует от тебя». А что зарытый талант Библии? Нет, видение ему надо в дреме в этой. Их какой-то юноша непонятный говорит. Это настолько завлекательно для них. Они любили эти басни. При всех словах дивное видение окончилось. Святый Григорий столковал его в том смысле, что молоко значило дар слова обыкновенный, понятный для сердец простых, ищущих духовного наставления. А превращение молока в вино означало, что со временем от него вышняя воля потребует более глубокого наставления в высших истинах веры Христовой. И заметьте, как, вышняя воля, да эти слова Гитлер говорил, они даже не знают, откуда все это идет. Ну, а что слово Божие, и кто, Григорий, да это такой святой, да что тут говорит-то, кто это, полома, полома, вот он как раз тут и, говорит, наломал. Энергетика какая, и нетварный свет, это все его слова. А семинаристы, нетварный свет, и везде все это говорят. Каждая икона имеет энергетику. А на складе, я говорю, сколько? Атомная бомба заложена, где иконы лежат. Сопрена. Это все из Григория Паламы. Кирилл, 11 мая. Кавычки открыты. В этих беседах Мефодий почти не принимал никакого участия, так как был меньше обучен, чем Константин. Он, как бывший воевода, лучше знал, как обходиться с народом, чем как вести ученые беседы. Поэтому Константин, который с малых лет был искусен в науках, хорошо знал Священное Писание, был хорошим проповедником, готовым дать ответ на всякий вопрос, пришлось одному вести беседу о вере. Мефодий же помогал Константину своей благоугодной молитвою. Видишь, как надо будет дальше. Алипий, Столпник, 26 ноября, кавычки открыты. За 14 лет до кончины ноги его были поражены лютой болезнью, так что все это время он не мог стоять и до самого своего представления лежал на одном боку. Когда ученики святого хотели перевернуть его на другую сторону, он не позволял им, но терепел все, как второй Иов, благодаря Богу, которому и отошел с радостью. То есть он заботился о том, чтобы никому не проповедовать, Алипий, Столпник, стоял. И вот теперь на одном боку. И что самое главное, это видно ноги-то, лютая болезнь. А почему написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. И прямо показано, что это их профессиональная болезнь священников. И это все святость. Тут уже ничего к этому не добавишь. Так, о чем речь идет здесь? Как забываешь быстро? Не, не забывай, я могу сказать, я не смотрю. Я сейчас закрываю рукой, говорю. Да, да, да. Почему не шли на... Если Господь на проповедь вызывал, попать их в монаха, или не вызывал? Давай, записывай. Христос. Ну, и еще дальше. Ну, я не знаю, как... О проповеди. Талант закрытый в углу. Вопросы хорошие задавали. Просто замечательные вопросы. Дальше. Комнер-лес, опять перетаскиваю. По-другому нельзя, иначе не видно будет. Если невнятно считаю, можно затормозить при просматривании и просчитать. Давай. Теперь мы все имеем. Вопрос 2181. Восьмой том открытым оком. Что вас побудило заниматься темой о монашестве? И для чего, и что новое для себя вы узнали, исследуя эту тему? Ответ. Постоянно удивляет, что всегда, когда кажется, что тема уже исчерпана и вычерпана, вдруг откуда-то и совсем уже с неожиданной стороны подплывает новое в древнейшей упаковке. так и здесь от любителей монашества, в прошлом, получая книгу, и из нее еще ущипнул полезное. А священномученики Иоанне древнейшим, чтобы они служили миру, Иоанн Крестьянкин, Свято-Успенский Псковско-Печерский монастырь, 98-й год, по благословению Евсевия и архиепископа Псковского и Великолукского. 400 страниц, 12 тысяч экземпляров. Страница третья. Монашество – великая Божия тайна. И для тех, кто дерзает вступить в эту святую тайну и приобщиться к истинному духу иночества, на все времена сохранил Господь в Писаниях опыт отцов, которые прошли этим путем в радость вечности. Ответы проверялись в моей длительной монашеской жизни во времени на личном опыте и на опыте других. Это для тех, в чем сердце затеплится любовь к таинственному монашескому житию в Боге. Ни одного слова евангельского нет. Это он все говорит правильно. Но для этого условия надо выполнить. Христос не приходил на землю, Евангелия не было, Нового Завета не было. Тогда они правы на 100%. А во свете Библии это все рассматривается как совершенно антихристианское. Страница пятая. Даты основания монастыря читается 15-28 августа 1473 года. В этот день был освящен храм Успения. Но начало монастыря положено значительно раньше, когда в пещерах поселились монахи, имена которых до нас не дошли. Монашеская летопись повествует, что сама Пречистая Дева избрала это место в долине потока Каменца, благословила его своими избранными людьми и до сих пор охраняет его. То есть иди, проверяй. Охраняет ее. И что не идти на проповедь, и что это Божья Матерь все сделала, то, что в Евангелии не звучало нигде. Понимаете, это ничем не отличается от пятидесятников. Что бы они ни сгородили, все это под сурдинку сойдет, что это от Духа Святого. Так и здесь. Они спрятались, талантливые, неталантливые, все в пещеры. Пещерное христианство. В пещерный век вернули людей. Страница 6. Оклеветанный завистливыми людьми игумен Корнилий по преданию был обезглавлен царем Иоанном Грозным 20 февраля 1570 года и причислен к лику преподобным мученикам. Он вышел навстречу Иоанну Грозному и крестом благосклавлять. Он сразу выхватил саблю, отрубил руку вместе с крестом. Его убил, а теперь взял на руки и пошел отпевать. И теперь канонизировать надо Иоанна Грозного. Ему памятники начинают ставить везде. Одно это говорит. Какие мы? Страница 7. И совсем не случайно всякий, кто входит в полумрак богом сданных пещер, монастыря, невольно чувствует благовейный трепет от соприкосновения с вечностью по молитвам тысяч подвижников обители погребенных в пещерах. Погребенные таланты. Тысячи людей будут отвечать за талант закопанный здесь. И как это прославляется? Кто? Ян Крестьянкин. Да какой же он после этого? Евангелия ни одного слова нет. Вообще нету. Господь, ведите по всему миру. Деяния апостолов, 8 глава, 4 стих. Рассеявшись, все ходили и благовествовали. Ян Затаус говорит, если вы не понесете, я ничего один не сумею. Что я вам сказал? Разносите это всем, говорите. Ничего нету. Тысячи. Вот это как раз с вечностью, Богом сданных. Слова-то новые, какие придумали. Это новая религия, абсолютно новая, не имеющая отношения к Евангелию ни с какой стороны. Страница 11. Ослабление строгости христианской жизни со вступлением в церковь таких язычников, которые в христианстве заботились столько о мирских интересах, побуждало ревнителей благочестия уходить из городов и селений в пустыне, чтобы там, вдали от мирских волнений, проводить жизнь в подвигах. Какие подвиги? Когда люди заброшены. А они там плохие. Это вот к ним и посылают. Господь, иди и проповедуй. Пророки шли, так же говорили. Ни один пророк не прятался, нигде нету. Пророки в Ветхом Завете и говорят, идите к народу, будут слушать или не будут, а ты говори. Они будут для тебя бурным ветром, а тебя сделают скалою и невозмогут. Ни одного пророка нет, которому Бог сказал бы, иди и пряжься. Они были патриоты Родины, и вдруг повеление идти в Неневию. Это твердыня, главный враг. Из чего ради-то? Не пойду. Взял билет и поплыл в фарсе в другую сторону. Сионы, что было? Кит его донес на место. Не хотел плыть на корабле, внутри подводной лодки поплывешь. Доплыл. Сблевал его кит. Теперь пошел. За неповиновение что? Выброшен будешь, как и он. Он сам себе определил. Бросьте меня. Вот что такое, не идти, куда Бог направил. Идите по всему миру. Монашество это дерзкий вызов Богу. Это не тысячи, миллионы погибли. Погибли. И вот оно все здесь сказано. Так, страница девятнадцатая. При жизни Пахомия основанное им общество монахов возросло до семи тысяч, а через сто лет после него до пятидесяти тысяч. Вообразите, пятьдесят тысяч. Это принимаете минимум четыре дивизии. Дивизии. И ни один не вышел никуда. Ни один. Сколько же там талантов будет? И прославляет по сегодняшний день. Худшего положения, самый низкий рейтинг за всю мировую историю православной церкви московского патриархата. Деньги, деньги. И государя обманули. И обольстили. И он дает деньги. Не свои, конечно. Чего царь-то дает свои деньги? Полы с подогревом. В монастырях. Миллиарды отпускает. Миллиарды. Страница двадцать два. В России кельи и другие здания, построенные монахами в монастыре, считается собственностью монастыря. Не запрещается владеть движимым имуществом, книгами, деньгами и так далее. Причем деньги можно помещать в банки и кассы. Запрещается торговля, кроме продажи вещей своего, приготовления. Принятие чужих вещей на сохранение, кроме книг, поручительства и ходатайства в делах, не относящихся к духовному ведомству. Монахи освобождены от податей и телесного наказания. Это все старое было, старое. Сложившее себя монашество по личному желанию и с позволения духовного начальства возвращается со всеми правами, принадлежащие ему по происхождению. То есть, дворянин пришел, дворянин уйдет. Но с лишением чинов и отличий заслуженных им до пострижения. То есть, там был генерал, все, рядовым возвращается из монастыря. После добровольного сложения сана данное лицо в течение 7 лет находится под церковной епитемией. В это время ему нельзя жениться, но приписываться к обществу в той губернии, в которой он был монахом, и жить в столицах. Сложивший сан не имеет так же права поступать и в гражданскую службу. А куда же ему деваться-то теперь? Из полного православного богословского энциклопедического словаря. То есть, они буквы не добавляют. Теперь примите это к Евангелию. Страница 32. Знают дети человека-убийцы дьявола, что с падением монашества и православия пойдет все православное. Вера, житие, подвиг, смиренно-мудрие, богослужение, покорность церковной власти. Что пойдет, вот это вот, они это знают. А что пала евангельская вера и нет ее в помине, понятия никакого нет. Ну, какая вера-то? Ну, не евангельская. Как Григорий Петров писал, что вместо того, чтобы, говорит, царство Божие созидать, строится, что? Вера поповская. Царство попов и монахов. 34. Неужели неестественные подвиги, неестественные требования могли дать такие плоды? Монашество наложило печать порядка, мира, чистоты на русскую землю, сделав ее домашнюю церковью в нашем народе. Дало повиновение старшим, без гневия, терпение своей доли, равнодушие к земным благам и неудобствам. Сколько здесь обмана. Без гневия. А кто же вас убивать-то будет? Это ваши прихожане будут убивать. На виллы насаживать. Придет вилл, вилл, Владимир Ильич Ленин, и на виллы вас будут насаживать. Как-то едут, и матросы говорят, а мы-то монастырь разграбили, их вытащили. Ну, монахини-то изнасиловали, конечно, в том монастыре были. А этих монахов рубили их. Ну, а настоятели поставили на пень, водой обливали, пока вместе не стало так. А Марсинковский слушал это и говорит, ну, разве так написано в Евангелии? А нет, что мы их считали, мы только крышку целовали. Вот ответ моряка. Вот теперь пришло без гнева, вот что он нагородил-то он здесь, повиновение. Каким? Повиновение кому? Тем, которые отступили от Евангелия. Которые говорят, что послушание Ави дороже поста и молитвы. А после молитвы это Божье оружие. Дьявольские слова говорят. Дальше. Тридцать пять. Заметьте... Тридцать пятая страница это. Ше. Заметьте же еще один бесспорный и изумительный закон жизни. Поотвержденный всей историей церкви и доселе подтверждаемый. В тех общинах и церквах, в тех народностях, где процветало и процветает монашество, где мы видим напряженные стремления к иноческому подвигу, в то самое время процветала и процветает и приходская жизнь. И наоборот, где не было и нет монашества, падала и падает жизнь прихода. Монастырия это как бы запасные водоемы живой воды религиозного воодушевления. Они питают и увлажняют иссохшие пустыни духа мирской жизни. Заметь, какие слова. Иссохшие пустыни духа мирской жизни. Это надо же так вот все составить. Они дают живительную и спасительную влагу душам жаждущим. То есть он ушел в пустыню, залез в лес, в дупле живет, дает жаждущие, кого-то поет он. Ну, понимаете, ну, это все, как этот говорит Путин, Россия для русских. Говорит, это придурки только могут сказать. Я поневоле начинаю это думать. Да как же так? И что дальше? 36. 36-я страница. Страница. Таковы нынешние нестариане, копты, армяне. То есть это плохие. Таковы некоторые и православные народности, которых не станем называть ради любви. Их православие без монашества и подвижничества только в одном названии. Все нынешние царства попов и монахов. Ни слова евангельского, ни слова Библии, ни у кого нигде не встречается. Страница 37. Самое лучшее лекарство не поможет трупу. Уничтожьте монастыри, разорите обители, хождение по святым местам, ничего не достигнете. То есть вот ходить, крестные ходы ходят где-то, вот они это проповедуют. Я беру это из книги, которая одобрена, недавно выпущена. Ян Крестьянкин. 40-я страница. Есть люди от природы, склонные к тихому пребыванию вне шума мирского, не способны к житейской борьбе, чуждые жизни семьи, расположенные к молитве и созерцанию дел божьих. Они идут в монашество. Естественно ли их отвращать от подвига? Ну, Роман поет, Матюшин вот этот, на болоте сидит там. Есть люди, разбитые жизнью, потерпевшие кораблекрушение в житейском плавании. Им жизнь мира не мила. Они потеряли к ней вкус и склонность. Они чувствуют себя там одинокими. Вкус, склонность. А иди к погибающим. Пророки шли куда? В Неневе Бог послал. 120 тысяч левой от правой не отличат. Иди и проповедуй. У них опустились руки, упало сердце, поголосло мужество. Они идут в монастырь, и там находят для себя покой души. Для себя. Иоанн Затаус говорит, если покой желаешь, за одно слово для себя покой ищешь. Геемно мало тебе. Геемно мало. Странница 41. Обвинение против монашества. Тунеядство, эгоизм и возражение восторгова Иоанна. Кавычки открыты. Монахи теперь собирают и хранят, и запасают силы, которые выступят на дело борьбы за святыни веры. Войска, конечно, нужно только во время войны. Войны же бывают редко, но безумно то государство, которое не готовит войска в одни мира, так и монашество. Плотским людям противен один вид монашества, ибо оно мешает им заглушить голос совести. Напоминает им, что они блудны и скотоподобны. Народ любит и ищет и находит не дурных монахов, а хороших. Но эти монахи говорят далее. Лицемерят и лицемерием обманывают простодушных богомольцев. Скажем и на это, что когда богомолец увидит, что монах, которого он считал хорошим, оказался дурным, он поищет и найдет хорошего. Монашество только возглавие, завершение и совмещение всего христианского подвижничества. Вот ни одного слова нет евангельского, вообще. 45-я страница. Монахи могли бы накормить духовной пищей многих о необходимости духовного просвещения народа. 48-я страница. Что, если и этого утешения не дать нашему народу, куда он пойдет в своей тьме, и куда потом он придет? К сектанту подхватили. Любая там сектантка, она проповедует и идет в народ, и распространится. Православия практически-то никакого и нету. Точные единицы, отдельные искорки остались. Страница 48-я, 49-я. Покажите народу нашему эту величавую, изумительную, несказанную, несказанную красоту нашей церковности и богослужения, чтобы затрепетала его душа от дивных молитв и песнопений церкви, чтобы чувствовала она себя в райском блаженстве, в общении с ангелами и во время богослужения, чтобы незаметно пролетали для нее часы продолжительных наших молений. Позвольте поблагодарить за ваш свечной завод. 56-я страница. За время протекшее от первых слов проповеди Евангелия и до наших дней в области нравственного учения буквально никто, нигде, никогда, ни на единую черту не мог прибавить что-либо новое, высшее и совершеннейшее, сверх того, что сказано христианством. И куда повернулся? О чем сказал? Где сказаны? Эти молчуны сидят. Страница 58-я. Деревянные, кипарисовые, перламутровые, каменные, золотые, серебряные, медные, костяные. Эти кресты у монахов являются их проповедью себе, самим и другим людям и всему миру. Еще раз прочитать. Сколько проповедей, сколько посланий. Значит, деревянные, кипарисовые, перламутровые, каменные, золотые, серебряные, медные, костяные кресты. Восемь только. Так это не все. Еще на шкуре, как они рисуют, на бараней. Еще на воде они пишут велами, кресты. Это вообще. 61. Кто не понимает сущности монашества, тот не понимает и христианство. Пропало дело. Кто не любит, не чтит монашество, как благороднейший плод и цвет христианской жизни, тот далек от православия. И больше того, не вышел еще за пределы той веры, о которой апостол говорит, бесы веруют и трепещут. Ну, куда повернул-то? Если, значит, монашество ты не видишь в евангельском свете, то это от бесов. Иаков 2.19. Кто не сознал, какое значение в христианстве имеет аскетизм, подвиг, самоотречение, тот не ведает даже азбуки христианства. До 4 века никто не ведал азбуки, до 1-го, до Антония, там никто не знал Павел. Кто повторяет с чужого голоса, будто монашество есть враг всякой радости, тот еще не знает о той радости, о которой говорил Спаситель апостолам. Самые тяжкие и скорбные часы. Да, не об этом речь идет, что запечатали нет проповеди. Это ладно, радость, конечно, радость у них больше. Да, радость моя у вас прибудет и радость у вас сюда будет совершенно. Это только о монахах. Радости ваши никто не отнимет у вас. Ну да, из монастыря нет, никак не выковоришь. Страница 63-я. Тут описали недавно в журнале, ну он жил там, женился раз, другой там, ну и видит, что запутался. Уплыл на остров там где-то в Алам и стал, он иноком стал или монахом, я сейчас не помню-то. И она такая баба пронырливая нашла его там. Так монахи скрутили его за волосы, утащили в лодку и обратно на сушу отправили, а его в далекий остров куда-то еще дальше. Все, попался, уже не выйти. Ну и бабенка уже больше не могла найти, ходу нигде нету. Ну что, топить только ее осталось. Церковь высоко ставит подвиг монашества, видит в нем путь спасения избранных душ. И можно безошибочно сказать и утверждать, что те христианские общины, в коих угасает или угас дух монашества, тем самым свидетельствуют, что они уже на пути к врождению и смерти. Вот понимаете, сколько. Это все надо было придумывать, говорить, людей на это наставить. Все рухнуло, ничего нету. Все равно одно и то же долбят и долбят. Их арестовали, епископы сидят. И уже где? ГУЛАГ. Уже собственные там они где-то на Воламе. И клюквы достали, и там на нижнем этаже, там забрались, где заключенные не видят, давят клюкву, чтобы совершить литургию. Ни покаяния нету, ничего. Это все уже описано. Страница 67. Хвылители и враги монашества насилуют совесть тех людей, которые ищут тесного и скромного жития и особого подвига иноческого. Что сказать? Все наоборот. Монашество насилует. Как там этот, мы зачитывали, ходил и вылавливал. И хороший, богатый человек жертвует церковь не только монашество, чтобы полностью подписал имение. Подписал. Полгода не пожил, помер. Он опять помер, опять находит, опять подписал имение, умер. Что он их убивал или что, непонятно. Страница 69. Славяне грубы были, по полведра вина за раз выпивали, и чтобы пробудить их совесть, нужны были подвиги монахов, кормление себя комарам. Это был единственно доступный и помянутый понятный грубоязыческий среди язык, ибо надо крепко кричать, чтобы разбудить крепко спящего. Теперь не попал в ведра, по ведру стали выпивать. Научили монахи. Страница 71. Пьяные попы дают прихожан на машине. Таких проповедников часто очень не любят, но кто не дает спать разоспавшему человеку? Разве тот приятен ему? Кого они разбудили-то? Как? 73-я страница. Колокола, храмы, кресты, тропинка к единому на потребу. Евангелие, Слово Божие, Дух Святой. Нет! 92. Скачет шестой Дух нечистый. Он приносит с собой равнодушие ко всем людям. Он приносит с собой замкнутость на себе. Вот это чистое мунашество. Это шестой нечистый Дух. Три шестерки уже там сидят. 121 страница. О монахе Феофиле, выпускнике Академии, которого Митрополия за хорошее поведение в монастыре назначила секретарем. Настолько он понравился народу, что к нему паломничество было, и к архиерею уже не обращались. Но снова он отпросился в монастырь, но настоятель монастыря стал его всячески преследовать и донимал плохой игумен хорошего монаха до самой смерти своей. Братья пожелала Феофила иметь в себе настоятелем после умирающего этого игумена. Но старый злобился на Феофила. Что этот негодяй будет моим приемником? Умру, но не прощу. Приемником. Не прощу. Умру, но не прощу. Это все написано в книге. Но на завтра наступил перелом. Попросили друг у друга прощения. Господь допускал дьяволу вселяться в наместника с тем, чтобы выработать терпение у Феофила. Вот для чего. От этого никто не пострадал. Никогда. Ноги на молитве не подгибать, но на обеих стоять ровно, на стену не опираться. Это хорошее. Это я беру за основание и говорю. У нас есть такие, которые начинают ногами играть. Я говорю, вышел он, я говорю, зачем ты ногами так делаешь-то? Страница 131 Не шептаться в церкви, со своего места на чужое место не переходить. 138 Страница Брать монастырь с испытанием на один год, иначе отпускать со всем своим остяжанием, кто вопреки устава живет, изгонять тех, ушедших после моей смерти не принимать обратно. 188 Открывать настоятелю и грехи братья, не только свои. Четвертый Гусевецкий собор. Чтобы про братья все рассказала. 4-7 Гусевецкий 21 Двукратное Четвертое правило. 194 Страница Работал и ночью Авва Ахилла Кавычки открыты Но как бы не прогневался на меня Бог и не осудил меня за то, что в будущих силах работать не работаю, потому я тружусь и делаю по силам моим. 195 Ава Иона так с веревка в руках и умер, и не могли руки и ноги ему свести и переодеть для погребения. То есть он засох в этом уже все костяк у него. 196 страница Один брат пришел к Ави Силуану в гору Синайскую. Увидев, что братья работают, он сказал старцу Заботись не о пище тленной. Иоанна 6 27 Мария же избрала благую часть. Лука 10 42 Старец сказал своему ученику Захария, подай брату книгу и отведи его в пустую келью. Когда наступил девятый час, брат прислушивался у двери. Не посылает ли его звать к трапезе? Ну, как никто его не звал, он сам встав, пошел к старцу и говорит ему, Ава, уже ли братья сегодня не ели? Ели, отвечал старец. Почему же не позвали меня, спросил брат. Потому отвечал старец, что ты человек духовный и не имеешь нужды в такой пище. А мы, как плотские, хотим есть и потому работаем. Ты избрал благую часть, читая целый день и не хочешь вкушать плотской пищи. Брат, выслушав это, поклонился старцу и сказал, Прости меня, Ава. Есть охота. Тогда старец говорит ему, так и Мария имеет нужды в Марфе, ибо и Мария похваляется из-за Марфы. Странница 223. Доблестный монах Аввакир искушаем был братьям 17 лет и сгоняли из трапезной, ибо был обычай новопоступивших искушать 30 лет. Благодарю Бога, что вы мне на спасение мое искушали. Я эти годы был свободен от искушений бесовских. Хуже бесов от бесовских искушений. Лестница 4 степень. 291-я страница Ропотник. Сколько зла от него по всякому делу Ефрейм Сирин. Вот так. Подвиги монахов. Давай, Христос, монашеские подвиги. Интересно считать. Это прямо считаешь уже утвержденное патриархом по благословению. Патриархом. Патриархом. Вот так. Патриархом. И опять насчитаем. Интересно. Я уставы все эти изучал и все поместил в книгах открытым оком 7-й и 8-й том. Вопрос 2274-й. 9-й том открытым оком. Нет ли в исторических сведениях об изобиении рефлиентских младенцев? Кроме как сведения в Библии. Ответ. Даже в 20-м веке происходящее злодеяние многие так и не зафиксированы нигде. Знают, что Сталин убил Кирова, но ни одного документа нет. Царя Николая Второго расстреляли по прямому указанию Ленина, но нигде нет ни одной строчки об этом. А так как на выводах и логических рассуждениях и основано. А говорить о документах в 2000-летней давности нечего. Ничего. Ничего, кроме подделок, составленных в более поздние времена, не находят. Да о каких 14 тысячах говорит, когда в селе по нашим меркам столько людей едва ли было. Тем более детей, тем более только мальчика, притом в одно время. Даже на наш Барнаул на 700 тысяч в один день столько мальчика вряд ли найдут. Ну да, до какого, до года, до трех лет. Тут или описка какая, или умышленная, в обвинении тирану. Вернее, всего эту цифру просто произвольно написали. Тем более такую округленную. Кто же считал бы, даже если были убиты? Когда при Сталине произошло землетрясение в Ашкабаде, погибло за 11 секунд 120 тысяч человек. Никто в Союзе про то и не знал. Взорванный крейсер в Новороссийске унес жизнь более тысячи человек. И не звука. Истинное положение вещей деспоты скрывали всегда. Иеремия 38, 25, 26. И если услышат князья, что я разговаривал с тобою, и придут к тебе, и скажут тебе, скажи нам, что говорил тебе ты царю, не скрой от нас, и мы не передадим тебе смерти. И также, что говорил тебе царь, то скажи, я повергнул пред лицо царя прошение мое, чтобы не возвращать меня в дом Иоаннафана, чтобы не умереть там. То есть боялся сказать правду, царь боялся, и наставлял, как допрошенного пророка. Но так как эта цифра ни на что не влияет, то нам, как православным, не стоит ее опровергать, но и не утверждать ради тишины. Письма не доходят словно в воду, не оставив рябьи и следа. Почтальон руками врозь разводит, всюду, мол, такая вот беда. Даже заказные с ценной маркой гибнут, разорвут все в пути. Разворуют все в пути. А в отчетах гладко, без помарки, жалоб на беспутство не найти. Жгли цари пророческие книги, заодно писателей сжигали, бились и апостолы на ринге, не на рынке, путь посланий мерили шагами, прокрещали в пустоту злодейство, а лекарство нам не донесли. Замесили, выслали нам тесто, хлеб сырой для жителей земли. Растолкуют, допекут иные, их труды просушены до... Растолкуют! Ага. Их труды просушены до хруста, толкование вкусное и ныне, все тома святого златоуста. По небрежности, по умыслу злодеев, многое с отчанием сокрыто. В пустоту потеряно глазеем у растресканного в алтаре корыто. Волнами эфира интернета Библию ревнители разносят, ноты утеряешь непропеты, новых песнопевец, новых песнопевец, где Иосиф? Письмонофец, сохрани депешу, телеграмму, книгу донеси, как и прежде, ты самый пеший, сапогами грязь тебе месить. Ты долгожданный и желанный сударь, господин, зови без лести от апостолов за пазухой послания, ты как ангел и еговый вестник. Седьмое, седьмое. В стихотворении многое заложено? Да. Господь, ну о чем здесь говорится? О эфремских младенцах. Так, подожди, закрываю сейчас. Пиши, Христос, эфремские младенцы. И рядом напиши дальше стих, чтобы я потом его нашел. Я про него и забыл уже, что писал такое. Дальше. Вот. Теперь мы должны вот сюда ткнуть, найти новое. Так. Это было когда тут не написано когда, но в годы, когда я вел занятия в университетах. Так, читаем. Вопрос 22744, 12-й том открытым оком. Мне непонятно, почему Иисус Христос царь иудейский? Разве он претендовал на царское правление? Кто воспринял его как царя? Почему Пилат велел написать царь иудейский? Ответ. Христос не раз останавливал своими обличениями тех, кто хотел его провозгласить царем над Израилем. Иоанна 6, 15. Иисус же узнал, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, а опять удалился на гуру один. Иоанна 18, 36. Иисус отвечал, царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда. Христос есть царь неба и вселенной. Матфе 28, 18. И приблизившись, Иисус сказал им, да нам не всякая власть на небе и на земле. Откровение 19, 16. На одежде и на бедре его написано имя, царь царей и Господь господствующих. Как царя Христа восприняли не только околоцерковные искатели дармового хлеба и чудес, но и самые близкие его последователи апостолы. Деяние 1, 6. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю? Лука 24, 21. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Иоанн 1, 49. Нафанаил отвечал ему, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Иоанн 12, 13. Взяли пальмовые ветви, вышли на встречу ему и восклицали, Асанна, благословен грядущий во имя Господня царь Израилев. Пилат потому и велел надпись такой сделать, что такое было официальное политическое обвинение в антигосударственном преступлении. Иоанн 19, 12. С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали, если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Марка 15, 32. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем, и распятые с ним поносили его. Исайя 53, 4. Но он взял на себя немощи наши и понес наши безболезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Люблю копаться в разных словарях, выискивать про проповедь, про вечность, что мудрецы о Боге говорят, не восхвалят ли мирских беспечных. Чего там только нет у Даля, Ефрона, плеяды лиц совсем одноименных, не назовешь Иванов сыновьями Грома. Прошли, как тени, без следа в потемках. Мудрили, наворачивали в суи флоренские, бердяевы, сократы, и каждый на своем осле горцует, вторгались в Библию изменники и пираты. Развеяло их ветром под мелом, последователи их повымерли в чистую. Их построение от времени на слом выхваливались каждый на своем уступе. Пытались вечно реформами поправить, казалось им, ковчег готов упасть. Никто, конечно, не давал им право так хорохориться, распяливая в пасть. Но Библия стоит непоколебимо, неколебимо. Сом критиков и злобных критиканов навозной мошкарой сгинул мимо, как бы не бывшая и нынешняя канет. Страницы желтые, их нестары собрали, стилизовали под ублюдков власти. Идеологические проскребали грабли, преподнесли в грызенного части. Во свете Библии не просто по догадкам, восстановить, пытаясь, что не доказали. Не доказали. Не доказали. Расширить горизонт, где проблеск краткий. Восстановить сокрытое духовными глазами. И в Слово Божие составлен мой словарь, на нем общаясь с ближними и с Богом. Что не библейское, развеет словно галь, и никакие средства не помогут. Так, о чем? Так, о чем все готово? Все, Игорь у нас. Царь иудейский. Так, как это писать? Христос царь иудейский. Сейчас еще один добьем. На тихо, ну время уже на тихо. Ну да. Царь иудейский. Все. Так, что у нас здесь? Сейчас глянем, подожди. Вот тут у нас еще есть. Вот это маленькие. Посмотрим. Нет, не маленькие. Да и не маленькие. Надо не забыть, что мы последние здесь сткнули. Все тогда на этом. Не забыть.